Приветствую вас! Есть такое понятие, как влюблённость, когда человек, знаете, идеализирует другого и приписывает ему те качества, которые, собственно говоря, у человека отсутствуют. То есть вот это называется влюблённость. И надо сказать, что подобное, то, что вот вы описали, больше похоже именно на влюблённость, нежели чем любовь. Потому что такое ярое, такое явное проявление девочки, это скорее все-таки влюблённость и страсть, а не любовь. Тем более, если девочка замуж. То есть, если девочка замуж, то человек понимает. Человек понимает и как бы осознаёт, что, в общем, у неё серьёзные отношения, и эти серьёзные отношения нельзя просто взять и закончить. Поэтому, подобные вещи, говорить, что хорошо относятся к ней, говорить, что она самая лучшая, что она самая хорошая и так далее, это скорее именно всё-таки влюблённость у мужчины. То есть, что это значит? Чуть, говорить о том, что это что-то серьёзное, именно вот у мужчины к девочке, ну, я бы не знал. То есть, то есть симпатия, то есть симпатия, да, это, безусловно, скорее всего, симпатия есть, да. Значит, если влечение, да, влечение, в принципе, тоже имеется. Но является ли это серьёзным, серьёзным чувством, вот основываясь только на том, что вы сказали, ну, говорить о том, что это любовь, ну, нельзя. Тем более, я ещё раз повторяю, что девушка замуж. Вот. Здесь нужно всё-таки что-то больше, чем просто эти слова. Здесь нужно отношения, здесь нужно общение, здесь нужно, чтобы девушка вот видела, понимала, что это за человек, который вроде как претендует на место её музея, да. Ну, по крайней мере, вот так вот, априори как бы. И вот только тогда можно будет говорить о том, насколько чувство этого человека реальное. А пока, пока просто симпатия, просто любовь, какой-то слюблённость, прошу прощения, просто влечение и не более того. Вот. Это нужно учитывать. И последних выводов не делать, а присмотреть, что вообще мужчина предлагает кроме этих слов. То есть, столько ли это слова, или, может быть, есть ещё какие-то действия. Конечно, если есть действия, то действия нужно анализировать. А вообще, вообще, внимательно бы, чтобы девушка сама вот понимала, чтобы она сама отдавала себе отсчёт в том, чего же она сама хочет. Не другой кто-то, а именно она, вот чего она хочет. Если её этот вопрос волнует, я имею в виду, что это за чувство мужчины, да, то всё ли у неё хорошо с музей. Вот. И это не всё хорошо, то какие, соответственно, проблемы есть у неё с музей и почему, что можно с этими проблемами сделать. Может быть, имеет смысл именно проблемы решить, а уже потом думать о том, что, значит, такие слова от мужчин. То есть, ситуацию надо решать вот так вот, последовательно, а не спешить. Иначе можно ломать очень больших дров, на самом деле. И потом ничего из этого хорошего не получится, кроме разочарования и пустоты. Вот. Ибо, например, брак разрушить очень легко, очень легко. А, как бы, встретить мужчину вот такого, который, ну, который станет музем, да, достойным музем, надёжным человеком, надёжным музем. Не так просто. Поэтому, прежде чем смотреть на другого мужчину и вообще анализировать, что другой мужчина хотел сказать, надо успевать посмотреть на себя, на свои отношения. И подумать, что делать именно с ними. И уже, исходя из этого, решать вопрос. Сперва с ними, и потом, только, когда будет вопрос решён со отношениями, уже тогда из этого будет понятно, что делать и с этим мужчиной. Если девочку что-то не устраивает в своей семье, в своём музе, то об этом нужно разговаривать. Это нужно выяснять. Это нужно обсуждать. Это нужно думать, как можно всё исправить. Хочет ли она вообще быть со своим мужем или нет. Это тоже очень важный вопрос, на самом деле. Так что, думаю, что это был бы самым правильным ответом на ваш вопрос. Не знаю, кто вы, эта девочка или, может быть, её подруга. Вот, это в данном данном случае это не важно, но тем не менее. А если вы подруга, то, соответственно, дайте этому же человеку послушать мой ответ. И, может быть, она захочет обратиться к нам на ресурс сама, выберет психолога и поработает с ним по своей проблеме. Ну, или просто пользоваться теми рекомендациями, которые я даю. Их вполне достаточно для того, чтобы ситуацию разрешить непосредственно сейчас. Чтобы понимать вообще, что делать, куда идти. Ну, а там для углубленной помощи уже, конечно, нужна беседа. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok